Георгия Данелия И автором главных лент эпохи застоя Снять знаковую картину Перестройки И продолжить активно работать в 90-е У него поразительно длинная режиссерская карьера Больше 50 лет в кино И на редкость успешно Фильмы Данелия смогли найти как фестивальное признание Так и широкую народную любовь Гони рубль, родственник, неопонят! Рубль должен был! Два! И все-таки можно ли найти в них что-то общее? Из-за чего его комедии вызывают необъяснимую грусть? Как режиссеру удалось создать Самый романтичный образ советской столицы И одновременно стать поэтом маленьких грузинских сел? И почему фильмы Данелии Больше всего похожи на сказки? Обо всем этом В новом видеоэссе Кинопоиска Хорошо сидим Почти у всех главных героев фильмов Данелии Открытый незамутненный взгляд на мир Метрострой ведь сколько Шатающийся по городу после ночной смены Уборщик Васька Устраивающий неприятности экипажу судна Или молодой солдат Залетаев Фантазирующий о том Как встретил на войне Наполеона Все они наивны, добродушны, иногда нелепы То еще что? Самого Полеона-то Я два раза брал Возьмет? Возьмет? Вот нате В руках перекинется птицей Улетит? Да и улетит Причем эта обаятельная простота Не зависит ни от пола Ни от возраста И Бенджамин из Негорюй И Валеко из Мимино Все так же поддетски доверчива к миру Иногда героями Данелии Становятся сами дети К примеру, пятилетний Сережа Из полнометражного дебюта режиссера Снятого совместно с Игорем Таланкиным Вот тебе конфетка Спасибо Дядя Петя Ты дурак? Фильму удается поставить зрителей Вровень с еще очень маленьким человеком Показать субъективную важность Его вроде бы пустяковых переживаний Мы вместе с Сережей радуемся покупке велосипеда Грустимы за его поломки И обижаемся на чересчур правильных взрослых Которые решают не брать его с собой в далекий город Оппозиция взрослым видна И в фильме совсем пропащей Экранизации приключений Гекельбери Фина Где сын жестокого пьяницы И беглый раб Пытаются отыскать для себя лучшую долю Они оба добровольные изгнанники Из мира дурацких Непонятно кем установленных правил Героев Данелии сложно назвать бунтовщиками Скорее они не могут Или не хотят встраиваться в общепринятую систему И от этого выглядят одинокими И немного растерянными Чай хочу Зачем не надо И мне не надо Однако при всем простодушии и беспечности Они, как правило, глубоко порядочны и милосердны Фантазер Политаев отогревает у костра солдата армии противника Гек и Джим сжаливаются над эгоистичными жуликами Которые отказывали ребенку и темнокожему В праве считаться людьми Аналогичным образом поступают дядя Вова и Гедевана с Кинзадза Жертвующие моментальным возвращением домой ради спасения двух не самых приятных личностей Уэфа и Би Любимые герои Данелии не рассуждают о чести и достоинстве Они просто физически не могут поступить плохо Даже отрицательные протагонисты вроде Афонии или Бузыкина Изображены с любовью и состраданием Данелии удается разглядеть что-то светлое и в пьющем грубом сантехнике И в завравшемся интеллигенте, курсирующем между женой и любовницей Афония не просто жлоб, а запутавшийся человек без почвы и цели Бузыкин же не ограничен ролью плута любовника Он отчаянно избегает острых углов в отношениях, поскольку не хочет делать окружающим людям больно И тем самым делает им еще больнее Андрюш, знаешь что, ты бы врал где-нибудь в одном месте А то когда и там, и тут, по-моему, хлопотно очень Наряду с Леонидом Гайдаем и Эльдаром Рязановым Данелия считается одним из трех главных советских комедиографов Правда, в отличие от коллег по цеху, его юмор не так легко уловим Он вряд ли вызовет раскатистый смех, скорее, легкую улыбку Шутка зачастую содержится не в конкретных репликах А в странноватом логическом провале между ними Привычная смысловая связь рвется, и на ее месте возникает новая, не такая очевидная В Европе теперь никто на пианино не играет Теперь играют на электричестве На электричестве играть нельзя Током убьет Убьет? Нет Они в резиновых перчатках играют Юмор у Данелии почти никогда не бывает едким Смеясь, зритель не возвышается над героями А, напротив, проникается к ним доброжелательностью и сочувствием Женюсь Поклянись Клянусь Клянусь Варлам О, почему мной? Что, кроме меня никого нету? Однако, сугубо комедиями его картина назвать все же нельзя И юмор тут всего лишь инструмент драматического История зачастую трагична Но каждый отдельный эпизод решен как комедия Сам режиссер говорил, что у него никогда не было цели рассмешить зрителя Просто через смех история воспринимается проще Отсюда произрастают постоянные эксперименты со смешением и переизобретением жанров Я шагаю по Москве, к примеру, назван автором лирической комедии Воздушную легкомысленность фильма Данелия попытался объяснить его комедийным жанром А недостаточное количество шуток для комедии лирическим характером Определение получилось довольно метким Оно точно отражает тональность картины Ощущение сиюминутной радости и легкой грусти А я иду, шагаю по Москве Но в жизни я пройди Молодой человек! Ты чё кричишь? Я пою А-а Осенний марафон режиссер назвал печальной комедией А Кинзадза — фантастической трагикомедии Это мастерское соединение смешного и грустного, визитной карточкой его фильмов Более того, если попытаться изъять из картин Данелия легкую ироничную интонацию Мы обнаружим, что истории, рассказанные в них, очень тяжелые Мне сейчас так плохо, что вообще жить не хочется В Афоне перед нами предстает портрет человека, потерпевшего жизненный крах В Негорё излишний честолюбивый Бенджамин ненароком рушит жизнь целой семьи Трагично умирают возлюбленные его невесты, сама невеста и её отец О фильме «Слёзы капали» Пожалуй, наиболее мрачной работе Данелии Мы наблюдаем, по сути, историю прогрессирующего депрессивного расстройства Доводящего главного героя до попытки самоубийства Девушка Нас три с половиной миллиарда на этой маленькой планете Руку протянуть А живём так, будто между нами вселенная Я сейчас с вами говорю с Венерой, а вы меня не слышите на Марсе И я кричу вам, девушка родная, милая Пожалуйста, продайте мне вот эту шариковую ручку за 37 копеек Она мне очень нужна От этого моя жизнь зависит И что же, как так жить? Зачем? Порядки очередь, мужчина Мальчик, тебе что? Ластик Пять копеек Вам? Жалобную книгу Данелия называл камертоном своих картин Евгения Леонова Удивительная органика этого актёра задавала нужную режиссёру интонацию Добрую, забавную и одновременно щемяще грустную Поддерживают её обычно минорные музыкальные темы К примеру, меланхоличная читагрита в мимино Или угрюмой тяжеловесной композиции из кинзадзад В драматической основе многих картин Данелии находится путешествие И путь героя буквально реализуется как странствие Это может быть прогулка по Москве Как летнее романтичное, так и зимнее неуютное Сплав по американской реке Скитание на далёкой планете Плюк Или в ещё более далёком заграничье От Австрии до Иордании Даже Бузыкин из осеннего марафона Казалось бы, далёкий от любых экспедиций Находится в постоянном движении Он в спешке перебегает с места на место Не имея возможности выдохнуть и остановиться Пожалуйста, прошу вас придумать И слова, близкие по смыслу к слову Убегать Мчаться Урепётывать Уноситься Драпать Драпать Хорошо В любом путешествии есть свои привалы Так и Роуд-Муви структурно распадается на ряд небольших новелл Объединённых только фигурой главного героя В фильмах Данелии часто можно заметить эту пёструю многоэпизодность Постоянное отступление в сторону А в отдельных случаях синкопическую структуру Когда пропускается вся последовательность действий И мы видим только исходные события и последствия Тося! Завери лицу, и он меня убьёт! Нагляднее всего многоэпизодность видна в «Я шагаю по Москве» Приём у писателя, где под видом хозяина с героями общается полотёр Поиски хозяйки и собаки на чистопрудном бульваре Сопровождение заблудившегося туриста Все эти сцены напрямую вроде бы не влияют на центральный сюжет Любовный треугольник между Колькой, Володей и Алёной Но наполняют пространство фильма особой жизнью И у вас всё хорошо? Очень хорошо А ведь так не бывает! А вот бывает! Подобные лирические отступления часто больше свойственны литературе, нежели кино Вообще, Данелли – режиссёр именно литературоцентричной Он далёк от визуального формализма История характера ему гораздо интереснее, чем поиски новых изобразительных средств Не случайно он был фактическим соавтором сценариев ко всем своим фильмам И сам выступал сценаристом Например, в «Джентльменах удачи» Александра Серова Данелли успел поработать с очень разными кинодраматургами И этим отчасти объясняется непохожесть его фильмов друг на друга В «Пути к причалу» легко различить интонацию героико-романтических рассказов Виктора Конецкого В «Я шагаю по Москве» легкомысленных печальных стихотворений Геннадия Шпаликова А в «Кинзадза» чудаковатых фантасмагорий Резо Габриадзе А скрипать не нужно, родной Он только лишнее топливо жрёт Визуальные решения у Данелли тоже разнятся от фильма к фильму И зависят от конкретной художественной задачи В «Серёжи», к примеру, много сцен, снятых с нижней точки Позволяющих взглянуть на маленького человека, как на большого В «Негорюй» используется тусклая цветовая гамма с доминантным красным Как будто вдохновлённая полотнами перосмани А «Кинзадза» снят на нарочито долгих статичных общих планах Передающих унылость и бесперспективность жизни на далёкой планете Чем дальше путешественники Данелли находятся от дома, тем сильнее им в него хочется вернуться Дом здесь не абстрактное понятие, а милый сердцу быт Суета, мелкие обязанности и переругивание родных людей Когда дядя Вова получает уникальную возможность позвонить домой с другой планеты Он просит жену выполнить, казалось бы, абсолютно неважное бытовое поручение «Люсенька, родная моя, Люсенька, Люсенька, возьми трубку, сейчас вот Позвони Витьке Манохину, скажи, что ключи от сантехники у меня вагончики Под этим под шкафчиком на полу лежат, ты всё поняла?» «Я всё поняла» Через этот разговор мы не столько убеждаемся в непробиваемой практичности и рациональности героя Сколько понимаем, что на языке дяди Вовы ключи от сантехники – это слова любви Заверение в том, что он обязательно вернётся и домашняя жизнь продолжится, как прежде Похожая сцена со звонком, причём таким же дорогостоящим, есть в Мимино Валеко звонит из-за границы домой в Телави, но телефонистка по ошибке соединяет его с израильским Тель-Авивом Причём на том конце провода оказывается еврей из Грузии «Подожди, подожди, ты сам откуда?» «Из Телави» «В Кутаиси давно был?» «Давно, всего хорошего» «Подожди, новый мост там уже построили?» «Не знаю, наверное, построили» «Подожди» «Давай споём что-нибудь» «Что споём? Вот это» «Алло, Исаак» «Почему ты замолчал?» Я плачу. Не вешай. Ножницы цензоров хотели изъять эту сцену из фильма из-за напряженных отношений СССР с Израилем. Однако Данелия, согласно его воспоминаниям, был готов расстаться чуть ли не с целым фильмом, но не с этим эпизодом. Упорство режиссера в этом вопросе весьма понятно, ведь именно звонок в Тель-Авив провоцирует Валико на возвращение в родное село. Герой понимает, что не сможет жить вдалеке от дома. Данелия сумел создать, пожалуй, самый яркий и обаятельный образ Грузии в отечественной массовой культуре. Сам режиссер родился и вырос в Москве, но как грузин, часто бывал на исторической родине и имел тесную связь со своими родственниками в Тбилиси, которые, к слову, тоже были известными кинематографистами. Сестра мамы – легендарная актриса Верико Анджапаридзе. Ее муж, режиссер Михаил Чуаурели, снял «Падение Берлина». А их дочь, Софико Чаурели, стала звездой параджановского цвета «Граната». Благодаря его двоякому статусу – грузина в Москве и москвича в Грузии – у Данелии был объемный взгляд на обе свои родины. Он мог увидеть их в равной степени и глазами земляка, и глазами чужака. Грузия у Данелии выглядит объемно, как родной дом, и одновременно как экзотический край, в котором живут очень необычные люди. И также по-разному показана советская столица в «Я шагаю по Москве», где город знаком герою как свои пять пальцев, максимально открыт, приветлив и щедр. И в «Мимино», где на каждом шагу незадачливых гостей столицы поджидают неприятности. Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшим? Конечно, не наносил. Он пошел в туалет, а он не смог дверь сломать. Значит, дверь он ломал? Зачем ломал? Вы же сами сказали. Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Он постучит в дверь и сказал, что тоже хочет. Такие вопросы задают, что неудобно отвечают. Тоска по дому знакома многим персонажам его фильмов. Но что, если столь дорогой сердцу дом уже навсегда утрачен и возвращение невозможно? В такой ситуации оказывается пьющий сантехник Афоня, горожанин, оторвавшийся от своих деревенских корней. Пытаясь изменить свою жизнь, он едет в деревню к тете Фросси, которая его воспитала. Однако обнаруживает, что тетя умерла, да и идиллический покой на сельской родине обрести уже точно не получится. Аналогичную непрекаянность ощущает герой перестроечного паспорта. Ты что вытворяешь? В тюрьму захотел? Извини, дорогая. Брат навсегда в Израиль уезжает. Родную землю забыли взять. Ты что делаешь, сын осла? Это щепень из Астрахани. Он грузинская земля. Три шага сделать лень. По сюжету тбилисский таксист Мираб провожает брата по отцу в эмиграцию в Израиль. Но по недоразумению улетает за границу вместо него. Ценой тяжелых испытаний Мираб пытается вернуться назад, но вернувшись сомневается, что родина примет его обратно. Не стреляй в меня. Не стреляй. Не стреляйте в меня, братья. И, судя по фотографии из тюрьмы, промелькнувшей в финале, сомневается вовсе не зря. Большинство фильмов Данелии вроде бы сугубо реалистичны. Более того, практически каждый из них старается чутко передать настроение эпохе и его изменения. Сравнить хотя бы эпизод, в котором довольная Колька из оттепельного «Я шагаю по Москве» толкается в заполненном метро после ночной смены, со сценой, где уставший и потерянный Бузыкин из застойного осеннего марафона трясется в полупустом вагоне. А вот как сцена в метро решена в фильме «Настя» 93-го года. Героиню торжественно поздравляют со статусом миллиардного пассажира, устраивая в вестибюлю настоящее гуляние. На станцию приезжает поезд, но двери вагона не открываются. На этот праздник жизни попадут не все. Другая важная связка с реальностью фильма «Данелия» устойчиво леет мотив эхо Великой Отечественной войны. Война забрала старших родственников Кольки из «Я шагаю по Москве». Мираб из паспорта знакомится в Израиле с эмигрировавшим ветераном, который спустя почти полвека живет по правилам военного времени. А Валяков встречает в аэропорту человека, который представляется сослуживцем его погибшего отца. Не смотри, не узнаешь. Отец на фронте погиб. Да. Я с ним воевал. В фильмографии «Данелия», разумеется, есть картины с отчетливо нереалистичными сюжетами. Но все они очень далеки от жанра фантастики. Режиссер всего лишь вводит в пространство фильма фантастическое допущение. Что если у советского гражданина обнаружили бы 33 зуба? Что если советскому гражданину в глаз попал бы осколок волшебного зеркала, преувеличивающий все плохое? Что если советские граждане переместились бы на вымышленную планету, где социальное положение определяется цветовой дифференциацией штанов? Такое допущение позволяет проявить важные, но скрытые процессы и через иносказание поговорить о современности. Будь то критика духовного обнищания общества, либо сатира на культ космонавтов. Сама история при этом разворачивается именно что в обыденной, реалистичной логике. «Данелия» назвал жанр картины «Слезы капали» грустной сказкой, а «Мимино» полусказкой. И в этих определениях много справедливого для всей фильмографии режиссера. Как и в сказках, главный герой у «Данелии» – наивный чудак, который вынужден отправиться в далекое странствие. В нем он проходит тяжелые испытания, но благодаря своей доброте и человечности с честью выбирается из передряг. Правда, в отличие от сказок, у «Данелии» нигде не встретить ярко выраженного антагониста. Как и бывает обычно в жизни, проблема у героя возникает просто потому, что им свойственно возникать. Действие всех фильмов режиссера, несмотря на их демонстративную непохожесть друг на друга, будто разворачивается в одной вымышленной реальности. Реальности, которую населяют одни и те же любимые персонажи, в которой есть повторяющиеся внутренние шутки, рефреном звучит одна и та же песня, «Олик, моросеньки, белые гуси» А сам рассказчик истории в виде камео с завидной регулярностью предстает перед зрителем. Это тяготение режиссера к сказкам становится особенно хорошо заметным в 90-е. В эпоху, когда экраны, как и саму жизнь, наводнили насилие и ернический абсурд. «Данелия» снимает нарочито простую и добрую сказку про девушку, которая получила от незнакомой бабушки в благодарность за помощь исполнения двух желаний. Первым желанием она загадала стать очень красивой, а вторым – стать самой собой. И именно это позволило героине обрести настоящую любовь. А следом за этой картиной режиссер выпустил еще более незамысловатую и светлую историю о парне, который старается помочь бывшей невесте, попавшей в беду. Эти фильмы уже явно не попадали в нерв времени. Сказочная реальность «Данелия» драматически разошлась с реальностью постсоветской. Но в принципиальной старомодности и наивности этих картин есть своя печальная красота. Как режиссер «Данелия» ощутимо повлиял на отечественный кинематограф. Нотки его уникального авторского стиля можно найти и в меланхолично-забавных историях Бориса Хлебникова, и в мрачных комедиях Жора Крыжовникова. Но сильнее всего он повлиял на своих зрителей. Несколько поколений смогли найти в его картинах отдушину. Особое место, где человеческая доброта способна залечить любую рану. Георгий «Данелия» в своих печальных комедиях смотрел на мир честно, подмечая все его недостатки. Но при этом находил в нем и свет, и радость, и любовь. Будем надеяться, их сможем найти и мы. Георгий «Данелия» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова